Тема у нас заявлена Китай, и хотел я последним вопросом задать такой вопрос, есть китайский тикток, в китайском тиктоке размазывают Вову Путина за 59 секунд, страшно таким образом, как даже не размазывают с дворцом Навальный, да, то есть совершенно жуть, казалось бы, одним нажатием кнопки можно выключить, но китайский тикток размазывает Путина и не выключается, а при этом сами китайцы рассказывают о том, как они любят Вову и как они будут с оранжевыми революциями бороться, что это вот на твой взгляд? Но это феномен тиктока, феномен тиктока, потому что вот смотри, какую еще мы можем назвать мощную сеть, не американскую, которая вышла на такой совершенно невероятный масштабный уровень, я вот такой не знаю, а хотя я тебе скажу, есть европейские соцсети и во Франции, в Германии, в Голландии свои соцсети есть, это проекты, ну может не очень большие, стартапы и так далее, которые, ну в общем, локально где-то работают, хотя они мультиязыковые, но нет такого. И только вот китайский тикток вдруг оказался такой мегаглобальной сетью, которая, значит, захватила огромное количество пользователей, молодежи, подростков и так далее. Что касается Китая, так ты же пойми, Москва, во-первых, зависит от Китая, потому что технологий Firewall и тогда своих технологий этих нет, они эти технологии рецепиируют у китайцев для того, чтобы повторить их опыт с запретами, это раз. Во-вторых, ну Китай это Китай, с Китаем, знаешь, не пошалишь. Если Америку можно обозвать, значит, своим соперником, конкурентом и врагом, то с Китаем шалить глупо, потому что там через океан находится, а эти вот тут прямо рядом, через Амур. Поэтому Москва уважительно в поклоне ведет себя с Китаем, потому что понимает, где сила. Они прекрасно понимают, где сила и где безбашенная сила, потому что Китай это авторитарная, так сказать, автаркия такая особенная очень, с тоталитарными наследствами и элементами отдельными тоталитарными. Там есть, мы об этом сейчас дальше будем говорить, если мы коснемся к теме Китая. Да, вы не очень сильно коснемся. Для Китая нет рефлексии, понимаешь, им посадить там миллион человек в концлагерь, как это Синьцзянь и Уголюстань, это вообще не вопрос. Понимаешь, вот такого шпана питерская очень-очень боится. Потому что таких новичком не потравишь, они тебя сами так траванут, что костей не останется, как в сказке пойдут клочки по закоулочкам. И поэтому ТикТок точно не запретят. Они будут долго уговаривать китайских товарищей контролировать, вести цензуру в ТикТоке для того, чтобы вот эти отдельные аккаунты недовольны, потому что там обыватели очень сильно хлынули туда, что удивительно. Потому что мы видели подростков танцующих, я, честно говоря, когда первый раз смотрел, думал, вот Навальный, по-моему, создал, когда еще до отравления там у себя аккаунт, думаю тоже, что ли, а что я буду, какая аудитория, кто туда придет, кто будет за какие-то подростки, зачем он вот все вот это, что мы с тобой делаем, да. Но сейчас-то он ТикТок изменился, вот эти все события и в Белоруссии, и последующие в России, они как-то, в общем, его политизировали, этот ТикТок. И это, в принципе, неизбежно, потому что политизация рано или поздно всегда приходит даже вот в такие деполитизированные сети. Почему? Потому что людям некуда выплеснуть свое недовольство. Недовольство через вот эту ненависть, вот этот плевок в лицо власти. Они же ведь понимают, что он безнадежный и зачастую не несет в себе ничего, как эмоциональную разгрузку себя таким, да. Человек в ТикТоке выложил эти, сколько там, минута разрешено, да. 59 секунд. 59, да. Ну, вот, ему стало где-то легче, понимаешь, человеку. И я его очень прекрасно понимаю. Очень прекрасно понимаю, потому что вот, ну, там, выругался, и тебе как-то на душе как-то немножко отлегло. Ну, хоть сколько-то отлегло, да. А, соответственно, значит, ТикТок эту возможность дает. Он как вот такое особое, знаешь, как у японцев, где они начальника берут куклу, бьют ее для того, чтобы эти энергию негативную выплеснуть, чтобы как-то себя освободить. А копить вредно, потому что это приводит к разного рода неврозам. Вот так и тут. ТикТок это способ избежать политического невроза в отношении Кремля и своей социально неустроенной жизни. Поэтому я считаю, что с ТикТоку этого не грозит. ТикТок в самую последнюю очередь, они будут что-то с ним делать. Они все-таки сосредоточатся, я думаю, на американских соцсетях. Потому что им выгодно предполагать, что это проект американских спецслужб для того, чтобы развалить Россию и так далее, и так далее, и так далее. Ну, весь набор, который пропагандистские, они по этому поводу употребляют. Продолжение следует...